Домодедовский округ превращается в зону экологического бедствия. Жители сразу нескольких районов бьют тревогу. Складывается ощущение, что за экологией тут вообще никто не следит. Помогите нам хоть один пруд отвоевать, чтобы не было говна. Попрошу очень от себя даже, чтобы вы очистили родники и пусть будут они в полной сохранности. Некоторое время назад мы приезжали в деревню Мачино Домодедовского района и как раз боролись с незаконной прокладкой дороги вот в этом месте. А вот и те самые трубы, которые хотят проложить по руслу ручья и закопать его в землю. Все это делается для чего? Обеспечить сквозной проезд к вот этому пустырю, где должен появиться поселок. Результат нашей работы сегодня налицо. Проезда здесь нету, здесь поставили забор. А те трубы, которые хотели прокладывать на месте родника, которые, собственно, и засыпали под дорогу, сегодня вывозятся вот рабочими. Не успели участники экорейда разобраться с одним преступлением, как по соседству возникает второе. Причем виновниками оказываются те же лица, что и раньше. Ну, следующим шагом будет убрать вот эти все груды глины и боя непонятного, да, и мусора отсюда. Да, здесь, ну, конечно, здесь нужны эксперты, чтобы одно дело посмотреть, убрать, соответственно, эту глину. Другое дело, что дело с этим мусором, каким образом его утилизировать, который лежит под глиной сейчас. Потому что сейчас он сочится в ручей. Ручей идет в пруд охотхозяйства, где рыбу разводят, да, и дальше идет все в северку. А река там Москва и так далее, ну и Волга. Мы остановили вот эту, вот эту фигню, вон туда к нам водоем засыпка. Да, пришлось. Соответственно, вы видите, что вниз засовывается, да, но сверху сейчас, сверху сейчас они стали класть что-то получше. Куда смотрит администрация и почему чиновники закрывают глаза на очевидные нарушения? А вот и деревня Мансурово. Излюбленное место рыбалки и отдыха. Однако больше здесь не видно ни рыбы, ни отдыхающих. Зато есть завод, который, по мнению местных жителей, и стал виновником экологической катастрофы. Участники экорейда, в отличие от чиновников, не могут оставаться безучастными к проблемам людей и закрывать глаза на вопиющие нарушения экологического законодательства. Вода – это главная ценность нашей жизни. Но только не для Домодедовского городского округа. Именно здесь находится живописное озеро Черное – излюбленное место отдыха местных жителей. Однако появились предприниматели, которые решили, что жителям здесь не место. Они захватили участки водоохранной зоны, поставили там заборы, которые спускаются буквально в воду, и начали возводить коттеджи. Местных жителей, детей, взрослых отсюда просто-напросто гоняют, не дают поступиться к воде. В нарушении всех норм водоохранного законодательства эти участки более недоступны для местных жителей. А вот и очередной случай вопиющего нарушения водоохранного законодательства. Вот смотрите, мы с вами стоим прямо у кромки воды. Вот она здесь начинается, и здесь, соответственно, водоохранная зона. Но застройщик это вообще никак абсолютно не останавливает. Налицо огромные следы от тракторов и бульдозеров, которые сюда вот свозили вот этот вот весь грунт, всю эту глину. Все это здесь дело разравнивали. Естественно, что их не останавливало никакие ни зеленые насаждения, ни кустарники, ни трава, ни ягоды, ни деревья, ничего. Все вот здесь вот заровняли, все укатали вот в эту вот глину прямо в водоохранной зоне. И теперь очевидно, что при выпадении дождей, при стекании воды с этого склона вся вот эта вот грязь, да, а я напомню, что это строительные отходы, это отходы пятого класса опасности, все они попадают прямо в водоем. Что еще больше усугубляет ситуацию, это наличие старинного кладбища, где местные жители уже похоронили несколько поколений своих родственников. Городская администрация говорит, что больше захоранивать здесь нельзя, что это водоохранная зона, что здесь опасно делать новые захоронения, поэтому отправляют их за несколько десятков километров отсюда. То есть захоранивать нельзя водоохранная зона, а при этом строить частные коттеджи, захватывать земли, ставить заборы и гонять местных жителей сегодня в порядке вещей. То есть вам не дают храниться на вашем кладбище родовом вместе с вашими, да? Нет. Но при этом забирают всю, делают заборы в воду, забирают доступ к вашему кладбищу? Да. Но горе предприниматели решают, что им дозволено все. Более того, они даже подделали карту, на которой отмечены границы водоохранной зоны. Местные инженеры, которые имеют опыт работы с кадастровыми картами, создали собственную карту, где четко очертили все границы водоохранной зоны так, как они должны быть. И что вы думаете? Почти все участки, которые здесь размечены, все попадают в водоохранную зону и не могут там находиться. Там не может вести никакое строительство. Помогите. Ради Бога нам. Редактор субтитров А.Семкин